Привет! Это снова Эвелина Риянова, проект 80 баллов. Что первое приходит в голову, когда мы говорим слово «химия»? Я думаю, что химические реакции, когда мы берём вещества, смешиваем их, и что-то там взрывается. И действительно, в этот момент происходит химическая реакция. Одни вещества превратились в другие вещества. Если, например, мы возьмём чайную ложку пищевой-питьевой соды, которая стоит у нас на кухне, и начнём наливать на неё горячий такой крутой кипяток воды, то сода начнёт шипеть. При этом происходит химическая реакция. Пищевая сода — это натрий-HCO3. И если мы к ней добавляем водичку, да, кипяток горячего, кипяток, крутой кипяток воды, это как раз водичка, то у нас происходит химическая реакция. Мы можем водичку ещё записать вот таким вот образом, HOH, и у нас получается вот такая вот реакция. У нас образуется натрий-OH и H2CO3. Вот у нас два водорода, H2CO3. Но H2CO3 распадается на H2O и CO2. И вот поэтому, когда мы добавляем к пищевой соде крутой кипяток, да, то есть реакция идёт у нас при нагревании с горячей водой, то выделяется CO2. И вот поэтому сода у нас шипит. Также CO2 выделяется, например, когда мы готовим выпечку. Когда мы готовим выпечку, мы в тесто добавляем разрыхлитель. Это и есть пищевая сода. И поэтому наша выпечка становится такой объёмной, пышной, потому что выделяется CO2. Поэтому давай вместе с тобой запишем, что химическая реакция химическая реакция это явление, при котором из одних веществ получаются другие. То есть, в данном случае у нас гидрокарбонат натрия, наша пищевая сода при взаимодействии с водой дала нам углекислый газ. Поэтому наша выпечка там поднимается. Кстати говоря, всё, что я записываю на доске и все определения, которые тебе появляются, пожалуйста, записывай свою тетрадочку, чтобы лучше усвоить информацию. И химические реакции мы не путаем с физическими реакциями. Например, если мы нальём в тазик водичку и вытащим на улицу, когда у нас там зима, и через некоторое время мы выйдем и увидим, что вода превратилась в лёд, да, превратились одно веществом в другое, но при этом химической реакции не произошло. Потому что, да, вода поменяла агрегатное состояние, но при этом химически это всё равно осталась водичка H2O. То есть именно должно быть химическое превращение одних веществ в другие. То есть из одних веществ должны превратиться другие вещества. Химические реакции сопровождаются внешними признаками. То есть, например, вот в этой реакции у нас выделился газ, когда мы к соде добавляем крутой кипяток. Также, например, могут быть реакции, когда выпадает осадок. Или, например, мы не можем не сразу увидеть, что что-то у нас осело на дно моментально. Просто может вода стать, жидкость может стать мутной. Также это может быть изменение цвета, например. Да, давай всё это запишем. То есть признаки. Признаки химической реакции. Химической реакции. Первое – это газ. Да, выделение газа. Второе – это может выпасть осадок. Третье – это может измениться цвет. Изменение цвета. То есть, может измениться цвет раствора, например, жёлтого в оранжевый превратиться. Или может поменяться цвет твёрдого вещества, например, из чёрного в красный. Или может измениться цвет газа. Например, он был бесцветный, а потом становится бурого цвета. Также это выделение или поглощение тепла. Выделение поглощения тепла. Например, любая реакция горения идет с выделением тепла. То есть, если мы возьмем какую-нибудь деревяшку, подожжем ее, то при этом будет выделяться тепло. Когда костер мы разжигаем, кладем дрова, поджигаем и можно греть руки, потому что выделяется тепло. А еще пятый признак – это появление запаха. Вот, например, когда мы поджигаем спичку, то у нас одна из реакций, которая там протекает – это сера горит. С плюс О2 получается СО2. И вот этот вот газ, он имеет такой специфический запах. То есть, вот этот запах при горении спички, который мы чувствуем, как раз таки здесь выделяется СО2. И химические реакции мы записываем в виде химических уравнений. То есть, сами сложные вещества или простые вещества мы записываем в виде химических формул, а это как слова. Из этих слов мы составляем предложение. То есть, химическое уравнение – это условная запись химической реакции с помощью химических формул и математических знаков. Плюс, равно, минус, да? И те вещества, которые вступают в реакцию, которые являются исходными веществами они называются реагентами у нас реагенты а те вещества которые получаются в результате реакции то есть полученные вещества это у нас продукты и по закону сохранения массы вещества у нас масса наших исходных веществ масса исходных веществ то есть масса реагентов равна массе продуктов продуктов то есть если мы сложим массу гидрокарбоната натрия масса воды их общая масса равна массе натрия h20 у 3 поэтому мы ставим коэффициенты в уравнениях то есть цифры перед вот этими веществами здесь везде коэффициент стоит один да поэтому никакой цифры у нас нету но если бы они нужны были то мы бы тогда поставили потому что у нас должно быть одинаковое количество атому слева и справа да то есть на 3 у нас 11 водорода у нас 1 плюс 23 здесь 1 плюс 23 кислорода у нас 3 плюс 14 здесь тоже 3 плюс 14 и так как химия это наука о веществах и свойствах и превращениях поэтому в химии мы так много внимания уделяем именно химическим реакциям и перед тем как мы разберем практическое задание я еще хочу остановиться на том что такое химические свойства простых веществ и оксидов свойства это признаки по которым вещества сходны или отличаются друг от друга а химические свойства это способность веществ при определенных условиях превращаться другие вещества например из прошлой реакции натрий h co3 реагирует с водой и у нас образовалась на 3 ваш h2 и co2 то есть мы можем сказать что при взаимодействии с водой а гидрокарбонат натрия превратился в гидроксид натрия и углекислый газ то есть гидрокарбонат натрия это у нас с водой исходные вещества а соответственно на 3 ваша производится у 2 это продукты и при нагревании на при нагревании это у нас условия проведения реакции условия проведения реакции то есть химическое свойство гидрокарбоната натрия что при взаимодействии с водой он у нас разлагается на щелочь h2 co2 кстати это химическая реакция называется гидролизом то есть это химическая реакция при которой вещество при взаимодействии с водой разлагается Простые вещества — это вещества, которые состоят из атомов одного и того же химического элемента, например, H2, O2, N2. Оксиды — это сложные вещества, которые состоят из двух элементов, одним из которых является кислород в степени минус 2. Вот это у нас представлены оксиды, нам нужно выбрать два оксида, которые с водой не реагируют. Для начала нужно вспомнить, что оксиды у нас бывают солеобразующие и несолеобразующие. Из названия солеобразующие — значит образуют соли, несолеобразующие — солей не образуют. Несолеобразующие — у нас всего четыре, которые нужно запомнить. Это CO, NO, N2O и силициум-О. А солеобразующие бывают у нас основные, кислотные и амфотерные. И основные оксиды — это оксиды металлов из первой и второй группы, главной подгруппы, кроме бериллия. И также это оксиды металлов из побочных подгрупп, которые принимают степени ксиды плюс 1 и плюс 2. Можно запомнить себе так, что это оксиды металлов в степени плюс 1 и в степени плюс 2. Но кроме бериллия. Бериллия у нас относится к амфотернам, потому что бериллий — сам амфотерный металл. То есть это, например, кальций-О, это натрий-2О, это феррум-О, это купрум-О. Кислотные оксиды — это оксиды неметаллов. То есть это у нас СО3, НО2, например, или силициум-О2. То есть это у нас кислотные оксиды. Амфотерный оксид — это оксиды амфотерных металлов. Это у нас алюминий, 2О3, это бериллий, О, это цинк, О. Да, вот опять же цинк тоже сюда не относится, он образует у нас амфотерный оксид. Вот, также это могут быть металлы, которые в степени плюс 3, плюс 4. То есть это, например, феррум-2О3, например, хром-2О3, вот они тоже являются амфотерными. И кислотные оксиды металлы тоже, кстати, образуют, когда они имеют степень эксиды плюс 5, плюс 6, плюс 7. Да, металлы, вот так я напишу металлы, тут тоже металлы, а это у нас не металлы. Соответственно, здесь у нас могут быть, например, хром-О3, где хром в степени плюс 6, или марганец-2О7. И в чём фишка? Фишка в том, что с водой реагируют не все они. Ни соль образующие с водой вообще не реагируют. Амфотерные с водой тоже вообще не реагируют. Из кислотных с водой реагируют все, кроме оксида кремния. Оксид кремния это у нас обычный песок. И слава богу, песок с водой не реагирует, да, тогда бы мы не смогли покупаться в море, потому что образовывалась бы кислота. Но оксид кремния и песок с водой не взаимодействуют. А все остальные кислотные оксиды с водой реагируют и образуют кислоты. Из основных оксидов с водой реагируют только металлы первой и второй группы, главной подгруппы, кроме бериллия и магния. То есть это оксиды щелочных, щелочных земельных металлов. Об этом, конечно же, подробнее мы будем уже говорить на курсе. Но тем не менее, вот, например, из представленных, да, вот как раз-таки они будут реагировать с водой. А феррумо и купрумо, они образуют нерастворимые основания. И, соответственно, они с водой не взаимодействуют. То есть из основных оксидов с водой реагируют только те оксиды, которые с водой образуют растворимые основания. И вот тогда мы можем сделать это задание, да. Купрумо – это у нас основный оксид, но ему соответствует нерастворимое основание купрумо аж дважды. Оно нерастворимое, да, вот этот вот значок означает, что это осадок, это нерастворимое вещество. И, соответственно, купрумо с водой не будет реагировать. Н2О3 с водой реагирует, да, это оксид азота, азот – это не металл, и это кислотный оксид, и он с водой нам даёт азотистую кислоту, в которой у азота тоже степень акисления будет плюс 3. Поэтому второе нам подходит. Оксид кремния, да, мы сказали о том, что нет, с водой не реагирует. СО3, да, с водой реагирует, опять же, сера – это не металл, это кислотный оксид, и с водой даёт нам сернистую кислоту, где сера тоже в степени плюс 4. Ну и хлор-2О7, а, здесь который не реагирует с водой. Я неправильно выделяю, так что наоборот, вот эти вот реагируют с водой, да, ой, не реагируют с водой, и нам как раз-таки они и нужны. А Н2О3, СО3, хлор-2О7 у нас с водой реагируют, соответственно, будет здесь Аш-хлор-О4, где у хлора тоже степень акисления плюс 7. Значит, правильный ответ здесь будет первый и, соответственно, третий ответ. А второй, четвертый, пятый, наоборот, с водой реагируют. Вот, кстати говоря, да, хорошо, что это произошло, когда мы читаем задание, когда мы делаем задание, обязательно обращаем внимание, что у нас здесь спрашивают, реагируют или не реагируют, потому что можно ошибиться. Но вот когда мы по пунктам, по каждому проходимся, а я советую всегда проходиться по каждому пункту, сверяться, не так, что сразу, о, увидели, да, вот он, вот этот правильный ответ, а пройтись по каждому, то есть глубоко разобрать каждое задание, чтобы точно не допустить ошибку. Поэтому здесь правильный ответ будет 1,3, которые не реагируют с водой. То есть оксиды реагируют с водой, только если они образуют растворимое соединение. Вот, например, вот здесь, почему, опять же, оксид кремния с водой не реагирует, потому что кремниевая кислота, она нерастворимая в воде кислота. Поэтому оксид кремния с водой не взаимодействует. И если тебе понравилось видео, то подписывайся на мой инстаграм эверепетитор и переходи на сайт 80 баллов, чтобы продолжить изучение этой темы, а также пройти курс от и до. Встретимся с тобой в следующих видео и удачи тебе! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!